МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я уже чувствую иммуномодулированную. Это надо пить, это все очень полезно. Я уже себя чувствую лучше. В Венеции и в Одессе едим одинаковые рыбы и морепродукты. Да? Как я скуштую цей смахи, я понимаю, что я в Украине. Марко! Ура! Привет, привет! Я рада тебя видеть. Это просто супер. Мат у вас в Одессе. Крутяк. Величайший шеф-пухор та гастрономический эксперт Ника Азовская. Ника – это величайшая. Величайшая людина. И это настоящий рехит. Это очень важно. Голодный? Ничего, голодный. Голодный? Иду с тобой вообще на величайший привоз. Величайший привоз вообще. Самый, самый величайший рынок страны. Да. Мабуть, что так. Пошли. Пошли. Те, что касается молочных продуктов, тут насправді у каждого продавца есть свой день. Тобто, кто ел неделю, его нет там в середу. Например, когда я куплю бринзу, мне сегодня не нужно, но я приходу в середу и в пятницу. А если нет, то мне нужно идти и попробовать все. Правильно. Ну да, вот настолько они бывают разные. Ну, можно потом не объедать. Да. А после мяса снова? Так тоже. Мммм. 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 То, что гору. Доброго дня. Можно попробовать. Можно. А какая цена? Я поняла. 170. Попуштуйте такую. И такую попуштуйте. Как понимать, что брензит хороший или нет? Какие качества? Ну, не має бути присмаків якихось сторонних. Молочний, насичений, брензовий такий сирний смак. Ух ты! Дякую. У всіх дуже різні смаки насправді стосовно брензи. Я люблю кривку, середню, не занадто солону, не пресну. Прекрасно. І це залежить ще від дня. Один день тобі хочеться таку брензу, іншу, іншу. Брензу може бути каждый день раз. 100%. Тут класні роблять різні масла і оцет. Це була машинка для олії, для виробництва олії. Це маленька машина, яка робить крафтове олії від різних семинарів. Це був лен. Ленове олія. Дуже смачно, дуже полезно. А що ви робите з цими жмыхами? Продаю? А, правда. Ось… Логично. Логично, да. У нас безотходне производство. Правильно. Бла-бла-бла-бла. І половину лошки… Просто ось. Ну, учитывая рост, в принципе, да завтра, да завтра, да завтра. Я, 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 я не думаю, что все очень вкусно, 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 вкусно. Я уже чувствую иммуномодулированный. Я, я це від олії купую, часто купую, але все думаю, що я як італієць використую тільки олівкою олії. Але ні, але ні, я в Україну узнав про дуже, дуже, дуже багато олії, як я раніше не знав. Льоновий, гарбузовий, тьміновий і так далі, канаплюває. Але для мене льоново олії – це найкраще, це вопити. Я у пів-полутра. Говорю, оранку, оранок, ложку олії. А для чого? Випиваєш? Що воно дає? Не знаю, що дає, але мене сподобано. Що там таке, що хотіли? Ряшинку спробували. Давайте спробуємо. Говорят, величайший реально, величайший. Люди кажуть, так. Попробуйте не полну, просто стаканчик. Маленький і большой? Маленький. І ще один большой. Це нормально, буде це буде. Ой, клас. Мощніше. Ура, ура. Чисто здоров'я. Граємо. Ммм. Ммм. Смочнись, Мосс. Да. Наполуч. Ммм. Какой секрет? Идеально реально. Секрет. Смежно-домашній рязанцій. Вот, і все. Текилон. ДИНАМИЧЕСКЛЯТА Это корочка от ряженки. Ооооо. А-а-а! Мне очень нравится рязь, кефир, кисляк, йогурт. Это вся линейка с кишкусом молока. Мне очень понравилась. А ряженька, это только... Ну, нет в Италии ряженьки. Кисляк есть, йогурт есть, кефир есть, все есть. А ряженька мне очень понравилась. Я думаю, что она мощнейшая. Я не нахожусь в ряженьку в рынке. Я завжды, завжды ее купую. Один, друг, три, четверг. Все, все, все. Масмачисмус. Одесский торт. Да, не киновидейский, а виницкий. Виницкий. А, виницкий. Виницкий? Ну, здорово. Топ, вообще. Это мощнейший. Это готовый десерт. Он сам по себе можно. Черничная, варенья или что-то. Даже ничего, все, да просто так, ложкой, все, даже руками. Ну, чуть-чуть сладенько, ну, трошечки сладенько. Смотрим. Дякую. О, сделка! На привозі це, можливо, почувствуєшся, особливо це юмор. Він не проти, якщо ми знімемо пару кадрів, ми знімаємо просто, він італієць, приїхав, ми йому показуємо продукти українські. Бери телефон, поїдеш в Італію. Це дуже, дуже поїзд. Це дуже поїзд. Молодозиво цікаво. Що це таке? Це тільна корова. І перше молоко, саме жирне молоко. Заміжуєшся до яйця молоко і випекається в пищу. Крем-карамель. Крем-карамель, але з першого молока після народження теляти. Ммм, дуже смачно просто. Молодозиво – це унікальний продукт. Це це, як сказати, це перше молоко, як є у корова. Це найбогатоше, наймощніше молоко. Музика. Дуже сложно його найти. Тому що це велика. Огромний привоз і тільки одну точку. Одній молоко. Нам повезло. Это супер величайшая, супер величайшая страва. Это очень украинская, я не видел нигде. Рай колбасоны. Я тут куплю королянскую. Добрый год. Все смачно. А это языковая, да? А, языковая зельц? Зельц. Он же зельц, он же салтисон, он же жора, он же гоша. Поросен. Ммм, нежный такой. Ммм. 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 Как я могу вам? Улицкой. Ходи, я тебе попробую, да. Он классный-классный. Ммм. 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 Класс, дякую. Ммм. Ммм. Щейк хлеб дает. Хлеб? Ух ты. Хлебчик, оп. Опа, вот так, бутерброд. Можем и 50 грамм. О-о-о! Горними краше утром. Будма. Будма. Само предельно. Я начинаю. С чесночком. Ой-ой-ой, в падеме не стоит. Смарно. Сало с чесноками. А вот столько чеснока, что оно дезинфицировано уже. Шикарно. Ух ты! Строгированный кулателло. Не знаю, что это такое, но это очень вкусно. Она была дуже гостеприимна. Понимаете? Паметана наливала коньячелла, коньячелла, сало, коньячелла. Было маленький снеданок привозный. И все эти смаки, это очень типичные украинской территории. А в Италии нема цей. Нема цей специи, технологий и другие. Это очень-очень другое. И как я скуштую цей смаки, я понимаю, что я в Украине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пчелы? Да, это настойка на пчелах. А-а-а. Потому что мертвые пчелы остается вот этот ям, который растворяется в горилке. И получается очень полезно. Я не знаю, я впервые вижу. А есть сами под море? Да, сами пчелы сушатся снизу, а старые нас поняли. Как и мы были в… В Шелерии. В Шелерии. В Шелерии. Это французское слово. Я там бачил уникальный продукт, уникальный. У меня ядовитый ветер. Ветер и джон. Это не ядовитый, а это очень-очень полезный. Это очень полезный. Это рецепт для долгого жития. А как принимать? Принимать? Пить 20-30 грамм после еды. Ага. Вкусное во время еды. Очень полезно. Как конячелло, да? Да, в лечебной цели. Очень лечебно, на самом деле. Да, очень лечебно. Дуже лечебно, да. А можно было четыре такие маленькие? Маленькие. Четыре, потому что это очень полезно. Это для здоровья. Очень полезно. Вот она тебе. Класс. Это подарок. Символически. Моя трубинка. Это тебе. Ну все. Все мыло. Сейчас. И. Такой в моей коллекции. У меня есть коллекция маленьких крышечек. Но это параллельно будет твоей коллекции. Это надо пить, что очень полезно. Очень полезно. Забивать ряженкой. Антиоксидант. Антиоксидант – это то, что не дает тебе оксидироваться. Это медицинский термин. Я как-то говорю. Человек старый. Не старый, а оксидированный. Оксидированный. Чтобы не оксидироваться, треба пить трошки. Трошки – это яд. Все. Только маленькая ложечка по утрам – это очень, очень полезная. Скільки маленьких ложечек ты по утрам съешь? Подмор, масло, яблочный оцет, что еще? Для меня это очень длинная тема. Маленький ложечок C, маленький ложечок дома, арея, маленький ложечок . Все по маленьку. Главное, помаленько. Как ты ставишься до тюльки? Тюлька? Мне чаще тюлька. Ой-ой-ой. Надежда, доброго дня. Как вы поживаете? Сашими. Одесский сашими. Одесский сашими. Мне пів килограмма. Одесский сашими. А, Марко, бери сілу. Слушай, мощнейший одесский сашими. Не селедка, а песня. Це не селедка, це песня. А ще це? Це катрами жир. Вау. У нас це таке екскрізивність. Были там на рыбной ряду и були продавшицы. Такий люкс продавшицы. Ах, ах, ах. Са богато надетой шубой. Ах, ах, ах. Як і там, тако, помада. О, шубі. Просто ми везде, де ходимо, везде все очень полезно. А скажіть, будь ласка, хого купляєте? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, добре. Ха-ха. Дякую. Він приплывает, дає жир і виплывает на липосакцію. Дуже цікаво, а то, що в Венеції і в Одесі їдемо однаково рыба і морепродукти. Венеції їдемо бычки, барабулька, тюлька, і їдемо до капкана, катрана, катрана, катрана. Скат, маберно. Скат теж їдемо, менше. Камбала теж їдемо. Вже, їдемо однаково рыба. Однаково була. Цікаво. Вау. Це дуже свіже, Камбала. До війни це було в цей період, зараз сезон просто, це було 180-220 за кілограм. А зараз? 750. Але і немає цей дефіцит абсолютний і хочеться в будь-якому разі. Добрий день. Це гранати ж Азербайджан, правильно? Так, Азербайджан. А можна спробувати? Не можна. Класс. Ось ще. І чорчела. І чолони. Це дуже корисно, мені здається. Дуже корисно. Я вже не випив, я вже почувався краще. Музика. 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 Тут я виждаю, що це найкрасивіша частина в плані кольорів. Взагалі. Ще так багато роботи в цьому. Це ж цілий рік ти працюєш і все це. Кожного сезону заготовляєш різні рецепти збираєш. Кімчі. Чесно кажучи, чесно, ось там є у одної жінки огірки і вони краще, ніж у всьому цьому ряду. Я от хочу спробувати дуже ці помідори. Вони виглядають, вони просто зі мною розмовляють, мені здається. Вообще-вообще. Вау. Летучий помидор. Ну что? Ммм. Угу. Ну как? Я серьезно скажу. Я как бы дядь соленый, а летут наикращий. Нам есть сматка. Ммм. Солодкий. Солоденький, да. Маринованный. Ого, сморчки, сморчки, сморчки. Ура, ура, ура. Мои гарнюні. Божечки, які великі. Вау. Це все чи є ще? Є ще? Сколько? Сто гривень в кило? Сто гривень нам. Так, мы срочно забираемо. Вообще. Привоз трех словах? Мммм. Різноманиты. Смачні. І найглавне, найголовне – це одеськи. Це дуже одеськи. Я думав, що привоз може бути тільки в Одесі. Привоз – це багато. Є дуже багато продуктів. Але раніше, як я був на привозі, я бачил дуже багато продуктів, які якість не величайші. Але цей раз, благодаря величайшій Ніка, я скуштував дуже якісний продукт. Смотри, вихід. Вихід – це вихід. Уже час і ти там. Неужели мощнейший, бесконечний привоз закінчилось? Ти цареш? Ось далі вже нема. Ніка, я приймаю не словне. Дуже дякую. Дуже рада тебе показати. Тебе показала такі величайші точки. Классо. Классо. Все, тепер ти маєш комусь показувати. Придавати. Це точно. Подписуйтесь на мій канал. Це новий канал, виїжджаєш. Треба підписати. Подписуйтесь.